Горгульки, гремлины, сюда надо сходить с новым героем, я так думаю, если получится. Смотри, Саня, а если ты на кого-нибудь выкатишься, что ты по этому поводу думаешь? Что я грибу по башням. Нет, ну вот кто-кто, а маги тут явно больше всех собираются играть в долгую. Так у него два замка магических, только дурак будет лезть куда-то на рожон. Вот и пора уже выносить его, а то он так с двумя замками и вас всех вынесет. Ладно, Никита, только для тебя, давай я на следующем ходу чуть-чуть подогрею маговскую сраку, но только чуть-чуть. Чуть-чуть, ну, хотя бы как-нибудь. Каким образом? Начнете партизанские действия по захвату шахт? Ну да, наверное, сделаю рейд в одном направлении. Как его? Тот самый знаменитый конфликт по захвату самоцветной шахты? Ну да. Ужас. Так, что вы тут говорите, обсуждали без меня? Да ничего, да ничего, Сай. Кодовая операция под названием «Та самая самоцветная шахта». Так. Тебе показалось, Александр. Нееет. Да. Если это та самая шахта. Тебе показалось. Нееет. Да. Синдзи, согласись же, ему показалось. Синдзи, ну что ж, ладно. Это война, я так понимаю, да? Да какая война, что ты, я не знаю, по-моему, проходил, решил подогреть немножко твой интерес. Ну, кайф, я тоже подогрел твой интерес. А вот это уже интересно. Ну, подогрел слегка твой интерес, но ты поэтому подогрел. Я тоже, я тоже подогрею. Я думаю, тебе тоже пора подогреться. Это, конечно, неприятный отряд у Синдзи, ничего не говорю. Ну ладно, мясорубка так мясорубка. Так, эльфики... Ой, минус лутия. Ну, окай. Минус лутия, плюс лутия. Как-то так оно происходит. Что ты с Аксанем взвалавутился? Сейчас сам пойдешь. Это была его фамильная шахта. Фамильная? Это градообразующее предприятие. Я не могу. Так, градообразующее предприятие. Даже титанообразующее. Да, ну, в данном случае градообразующее. Ну, у меня такое предложение. Я недельку подожду. Твоей шахтой, а ты ее потом заберешь. Синдзи, у меня такое предложение. Ты отправляешься нафиг. А почему? Да я ж просто прикололся. Что-то я не знаю. Загорелся. А вот и оно. А вот оно решение всех моих проблем. Понятно. Понятно, как мне действовать. Что делать. Так, мы уже были здесь. Мы уже были здесь. Сюду, и сюду, и сюду, и сюду. Скелетиков. Скелетиков. А чего так все притихли? Все ждут хода Акфандрона. Ему нанесли серьезное оскорбление. И он сейчас может напасть. А может не напасть? Вон крестьянская хижина. Ну, в общем-то... Я бы сюда заглянул. Сильнейшее существо. Титаны. Да ладно. Сколько у них у него? Это все храньер. Много ложек и провокация. 17. А вот это уже прибегло. И я могу вам ответственно сообщить, что нас примерно сравнялись армия. Причем на текущий момент армия синего показывается сильнее, чем армия зеленого. И к чему относился вопрос, что такое муртаз? Это как-то должно... Это должно еще сильнее подсвалить мага. Судя по тому, как замолчал Александрон, он просто кипит от ярости. Либо ему опять позвонили. Ты свою шахту забрал. Как говорится. Так что я думаю, конфликт исчерпан, да? Нет. Нет, не исчерпан. Пока я не совершу аналогичное действие, конфликт не может быть исчерпан. Звук. 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 Драки за самоцветные шахты. Или не самоцветные. Другую он отберет. Ну поблизости у него других нет. И от этот участок карты вижу, тут только самоцветная близко Нет, наверное, там есть еще одна Ну, значит, я опять фигово разведал Я бы вам там не дал бы разведать дальше Нет, конечно, вы могли бы прийти к главным героям и все такое Ну, тогда бы началась войнушка Вот было бы весело Особенно у них Да, Синди? Просто обалдеть, как весело А мне чего? У меня нормально все, мне все по кайфу Да ну я так и понял И все идет по плану Любитель анархизма Синди, ты куда? Можно на вас пускай? Верни черта, ты нахрю Может быть Сантрона, почему тут анархизма? Какой же он пипец ползучий Потому что это первое слово, которое попалось в моем словаре без толковых слов Ясно Я уже думал, Никита, ты понял, что у меня все фразы генерируют по случайных чисел Какое слово в голове выпадет, то и будет дальше Ну, давайте заберем Синди, я думаю, я некроматский замок на недельку уже хочу, хорошо? Все-таки замок Он ему не так сильно Ну ты можешь это попробовать сделать, конечно Но? Но тебя тогда будет ожидать сюрпризы Как я люблю сюрпризы Кстати, главный вопрос, я тут пролезу Думаю, да Да что ж такое Я тебе не то нажимаю Пауза Тебе сюда Так Так И так, например Значит Все выкупили Ну и прекрасно, ну и хорошо Эх ты, Саня, Саня Я думал, ты шутки понимаешь Такие шутки, а тут забава бывают промежутки Все Кажется, кто-то разозлился Нет, я не злой, я добрый Не суть для Синди на путь Не надо, не надо меня стукать магией Я же глупый На меня не действует Забавно, конечно Ты меня, ну какой шашляж С видом гордого, но побежденного соперника Пару раз мутюкнусь Чтобы, наверное, запикал меня И уйду Тем временем вы будете включать на свет Ааа, лузер, он слился с двумя замками Не, серьезно, Саня Давай мы замнем эту фигню И не будем выкатываться Либо я все-таки буду вынужден начать полномасштабную экспансию В твою сторону Так начинай, кто тебе мешает Ты же только Мешает трехполярный мыр Ну, мне мешает то, что если я слишком углублюсь в твою территорию Меня в спину ударят Да ладно тебе, кто тебя ударит Немо тебя бить не будет, да? Маленький желтенький? Маленький? Ладно, не маленький желтенький Как ты ее видишь, мэн? Смотри, Саня Сейчас идет последняя часть партии Либо, как говорится, ты выкатываешься Либо это будет неинтересно И мы будем еще месяц так собираться Ну, вот видишь, ты меня сам на это провоцируешь И какой после этого... Ребята Никаких поспешных действий Не испортите мне тактику и все такое Удовольствие У вас вообще будет шикарная тактика Мы сейчас переберем, что вы нас добьете Все? Идеальная тактика Я сомневаюсь, что вы это сделаете Вот реально сомневаюсь Вы сомневаетесь во мне или в Синде? В ком именно? Да вы с обоих, наверное Ну, ваши права Разы когда сомневаешься Ну ты же знаешь, что оба твоих ландератора редкие дураки Так что ты не должен сомневаться Вот именно Вот именно Ну и ж только и даны для того, чтобы говорить всякую незнасимую фигню Ну, взял, прикинь, поставил двух человек На модератора, в котором В каждом из которых сомневается Вот-вот И который сам мне говорит Кого-то там до Крайпера, например? Ну, Немо, как ты так мог? Ты же обидел нас только что Он обидел сам себя, получается О, ужас Ну, вот он сидит и нифига не понимает Из-за того, что вы говорите Судя по всему Ну, как обычно Мы несем генератор случайного бреда Ну, может, не надо тогда? Так так же веселее Вон, Синди сразу оживился Я бы даже сказал, забегал Если бы я не поднял заварушку на той шахтой Мы бы сидели аутировали Нет, мы бы не сидели аутировали Я бы просто скупал бы войска А потом, когда бы я их наконец купил Вот тогда бы я вас у нас купил А так придется, если бы не попал По этому Синди и выгоднее Да и Немо тоже выгоднее Чтобы с андрона сливали быстрее Ну, так давай, Немо, сольем братушку вдвоем Я тебе развяжу руки на севере А ты мне на юге Так, а в чем проблема? А, да Как ты на это смотришь? Кто-то про меня что-то говорил? Да, я говорю Я развяжу тебе руки на севере А ты мне на юге А как это выглядит конкретно? Ну, первый его маговский замок Будет твоим, его столица Второй его маговский замок будет моим И у меня будет три замка А у тебя пять Я говорю, давай поправки поделим эту землю Я ударю снизу вверх А ты сверху бьешь Не, мне такой размер не интересен абсолютно Почему? Потому что тогда тебе будет слишком много И у меня будет армия галимая А ты сам говорил, что главное в этой игре Это всегда атаковать объединенными силами И дай угадаю Мне еще придется атаковать первым Зачем? Первым будет тот, кто его встретит А если я, например, не хочу идти в ту сторону? Ну, значит, тогда я заберу его оба замка Какие еще могут быть проблемы? А, Синди, то есть ты изначально рассчитываешь, что ты победишь меня, да? А, ты думал Точно Ну смотри, если я не сломаю тебя, то Немо я не сломаю точно Так что мое предложение очевидно 15 тысяч, и я разворачиваю мечи в другую сторону И снова заговорил Это кто должен платить 15 тысяч? И снова заговорил и виска душа Да, мне кажется, у него нет таких денег Ну, значит, выслия зарплатит своими юнитами, я их братство продал И снова у Синди заговорила еврейская душа Да не еврейская, орочья Ну, деньги требуют, что значит, ревницкая Так, этот, как это, блин, забываем постоянно Был один мужик на Руси, князь То ли Святослав, то ли Изяслав Он тоже был, б***я, маг Короче, тоже там все такое был умный, тихий Знаешь, что с его башкой сделал татарский хан? И что? Сделал из его башки чашу и хлестал из нее пиво Можно вопрос, а это тут... Так иди и возьми Слишком много совки, слишком мало действия Ну, дай мне еще два, и я пойду потихонечку Два денька Ты, да потихонечку, как-то очень странно Ты же всегда по-быстрому Ну, так я быстрый, когда надо действовать быстро А когда на конусь судьба империи, так надо действовать медленно Так надо слово почить, ну да, ну да, слыхали Трезвые расчеты и концентрация сил Наверное, трезвые Все это не про нас Ну ладно, Саня, дай мне три дня И я даю орочье слово, что я покачусь на муртав Мне параллельно Хочешь катись, я тебя встретил Горячий прием, обещаю Не хочешь, твое дело Мне параллельно Ну так а если я туда приду, мне будет прием или нет? Он же сказал, что будет Ну, значит, нельзя такое пропускать Ребята, вы уверены в это? Они уже уверены Даже я уверен, что это уверен В любом случае Если бы я сейчас пытался что-нибудь как-нибудь его успокоить То какой был бы в этом смысл? В сравнении какой-то Какой это я успокоен Это ты взваламутился Сказал, что ко мне придешь Да, и я к тебе уже так бегу, так бегу Со всех ног, да? Ну смотри Давай Ты мне платишь пять косарей И мы забираем это дело Синди, иди нафиг Я думаю, понятно объясняю Ну давай тогда просто перемирие Святые кербалята 21 титан Это все вранье Он выкупил все Что, серьезно все выкупил? Нет, Синди, кого ты слушаешь? Ты че? Это все вранье Может у меня быть только Ты сам подумай 21 титан 42 ракшасы 99 джинов И 700 габлы Какой габлы? Вот габлы? У него? Нет, Синди, не слушай Это все вранье Я же говорю Нет у меня столько Сейчас ход дойдет Ты можешь посмотреть Меня вынесут Нема, дай денег Дай им пиздить Я тоже докуплюсь Ты прикинь, какой будет фейл Если меня, короче говоря, придут и вынесут Синди, я первый никогда не прихожу Ну так пока мы с тобой не договоримся Я буду держать войска у перекрестка Мне кажется, еще месяц-два Наш доблестный маг будет копить силы Ты знаешь, Синди Пока ты будешь снять Ты будешь очень открыт для нападения Неделя медведя Живность Больше живности Правда, я почти не вижу на карте Чтоб медведи повылуплялись Хотя нет, вот парочка есть Ну так что, Саня Давай перемирие На время И этот И новый договор о Скажем так Ненападении Кстати, а медведи вроде как есть Синди у меня за тебя и до медведей Сейчас, Синди, подожди Куда мне ждать? Я не хочу ждать Куда ты не хочешь ждать? С вертушки своей не хочу Мне еще рановато на тот свет Я еще хочу Черепушки попробивать Некроманские А что сразу Некроманские-то? Ну потому что У тебя хоть будет 50 на 50 Противу армии Без шансов Чего ты так решил, Синди? Ну у тебя банально Войск больше Да? Знаешь Число Не всегда Означает Победа Тебе или меня Боят Спасите Большие дяди Пришли стукать Маленького Некроманта Не Они между собой Пока что Спутаются Не, ну пока Пока Тот, кто победит Кто победит? Ну Синди победит Дальше Вам житья От него не будет Потому что дальше Будут Как обычно 5 тысяч Или умри 10 тысяч Или умри Дани Или умри Умри Или умри Тоже Тоже Вариант Неделя Медведя Немо Дай мне денег Там Мне как Самому Надо Красивый Красивого Летсплея Дай мне 7 тысяч Это будет Некрасиво Это будет Очень Некрасиво Ну Я почти Скушил Что мне надо Было Надо Тебя Пойти Прям Сейчас Уничтожать За Твои Вымогательства Кто Пойдет Ты Пойдешь У нас Немо Договор о Ненападении Приходи Один Немо Это правда Ну Пока Да Это Скорее Мы к тебе Вдвоем Придем Чем Был Вдвоем Ко мне Ну Знаешь Летспорное Утверсение Посмотрим Застава И Чего Я могу Сделать На Заставе Просто Куча Народа Давайте Думать Звучит Это Я так понимаю Есть Другожданные Гости Зависимо От того Ждут Ли Хозяева Это Могут Быть Просто Ребята Которые Хотят Покачаться На Качельках Либо Это Могут Быть Гости На Муртаз Тут Тебе Решать Опять Сейчас Будут Жалкие Ультиматумы Типа Дай мне 5000 Иначе Я пойду Тебя Убивать Я угадал Нет Я просто Хочу Чтоб Меня Не трогали Пока А я На тебя Наверное Часто Нападал Да Ну Да Ну Когда Это Было Последний Раз Напомни Мне Когда Это Был Тебе Когда Ты Забрал Шахту Мою На Перекрестке Твою Шахту На Перекрестке Синди Забавно Ты Мягко Скажем Наглость Твои Не знают Границ Это Не Наглость Это Хуцпа Я Тебе Уже Говорил Или Хуцпа Не знал Как Это Будет Правильно Поворочье Кстати А зачем Так Много Ксандрону Самоцветных Шахт Да Выкупать Титанчиков Конечно Хотя Вы Честно Смой Это Опасненько Что Значит Мемо Так Много Их Ровно Столько Сколько Их Должно Было Быть Может Дарь Ри У меня Нет Трех Шахт Подожди Сейчас Посмотрим Как Лидим Две Вот Две У него Как Раз Есть И Все Вот Две Может быть Есть Но Это Одна Мне Не Нужна Одна Выбор Качельки Всегда Вещи Хорошие Он Все Так И Шил Двич Ну Да Как Жен Качелик То Ну Да В его Главе Зазвучал Голос Разума Я Так Думаю Надеюсь По крайней Мер На это Посмотри Триллер К Игре Борл Бордер Ленд 2 Там Уже Тоже Был Один Такой Мужик Короче Наполовину Мутант Вот Его В башке Постоянно Звучил Голос Разума Он Сам Выкрикивал Всякие Проклятия Что В итоге С этим Молоком Он Встретил Тянку Хорошую И Хотя Бы Пришел 50 На 50 То есть Договорился Со Своим Демоном Ну Посмотрим Синя Насколько Счастливым Конец Будет Для Тебя В Текущей Парте В Любом Случа Это Не Последнее Место Так Что Мне Опять Злок И Мне Кажется Нем Уже Оставил Это Бесполезное Занятие Нет Я Упорный Упорный Некромант Это Конечно Звучит Страшно Одна Как и есть Эмма Я же вижу Вам же Не нужен Этот Отряд С этими Зомбирями Давайте Я их убью Нужен Зачем Зачем Вы С них Все Рано Ничего Не Поднимете Опыт Подниму Что Что там Жалкие Крохи Вы Великий Микромант Вы Должен Довольствоваться Большим А не Этими Жалкими Остатками Микромант 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 А хотя нет, приходите к нам, я посмотрю на ваших героя, то что вы на нас посмотрите, надо и нам на вас посмотреть. Синди, мне вот интересно, неужели на самом деле выгодно продавать рабов тебе, чужих замков? Ну да, а зачем еще надо что-то делать? Если бы я был, извини меня, этим вот чернокнижником из подземелья, я бы их просто приносил жертв, у меня уже сотый уровень был. Чего-нибудь за то, что приносит жертву. К тому же, по-моему, нельзя в этой игре взять сотый уровень. Да, все верно, нельзя. Понимаешь, Саня, с каждой недели мои шансы уменьшаются. Мне надо что-то придумывать, и, кажется, в моей голове все-таки созрел безумный план. Интересно, что это за план какой-то. У человека с четырьмя замками снижается шанс. Так если бы это были четыре одинаковых, я бы уже шел на Кфандрона. Даже не думал бы. Если бы это четыре одинаковых, мы бы уже давно вдвоем шли на тебя. Но вот именно, что ситуация пока что патовая. Если, конечно, никто из нас не придумал изящного решения. Конечно, придумал у каждого из нас в голове такой план. Вы двое сдаетесь, а я побеждаю. Нет, Сань, это и не интересно. Я хочу, по крайней мере, если я сольюсь в этой партии, то я сольюсь на поле боя. Так, чтобы забрать с собой все, что только можно было забрать. Вопрос только в том, что кто будет моим визави. Скажи, Сань, это будет красивое развитие партии. Сложно сказать. Мне сначала надо будет отбросить всю эмоциональную сторону, что весьма непросто делать. Ну так что, я разве не подсвалил тебе сраку атакой на эту шахту? Ты ж наоборот должен был, скажем так, загореться. По-моему, в итоге загорелся на некоторое время ты. Ну да. Ну так как я услышал про 30 титанов, так любой бы загорелся. 21. В основной армии. Ну, Немо, так нечестно. Вы палите мои войска. Я так не играю. Ладно. Вообще я обидел. И если это как его... Если вы возражаете, то не буду. Нет, этот тот момент, конечно, был очень вовремя и своевременно, но все-таки. Бедные мишки. Бедный герой. Значит, все-таки войска. Война, да? Окай. Птичку жалко. Вернее, слоника. Элементарий. Карта, конечно, какая-то очень богатая на элементарий. Это точно. И башен элементарий полно. И жилищ. В слиянии их стихий. А, я уже хотел сказать, неужели маг попался такой кусачий? Ну, полагаю, там все было достаточно быстро. Да, там было весьма быстро. Зато я теперь примерно увидел войска Синди. А это дороговство, в принципе. Да, Синди? Что говоришь? Что говоришь? Хана тебе говорю, дружище. Верное. У меня лишь один вопрос. Зачем ты решил обострять? А? Ну, чтобы, как говорится, не было каких-то проблем на этом направлении. А они были, да? Ну, ладно. Ну, как говорится, сейчас их точно не будет. Так ведь? Окай. Посмотрим. Да. Опасность-то низкая. А потом, если концентрон будет смотреть записи у Нейма, то тогда возможно узнать игральный полк. Знать же? Давай. Я ничего не понял. У Никита примыкает на то, что вы с Синди сговорились. Нет. Вот. Они не сговорились. Ладно, Эксандрон, давай так. Монастыщий фото. Я ничего не трогаю. На этой части я удовлетворил свою жажду крови. А ты, как говорится, этот вот, не мешаешь мне веселиться дальше. Ну как? Я собираюсь сходить в портал, который находится южнее меня. Может не надо? Либо я иду на Муртаз, либо в портал. В портале южнее тебя сижу я. Понятно? Что? Только перед этим пять тысяч. Скинь мне, пожалуйста, а то ты двух героев убил. Сколько? Пятьсот золота, да без проблем. Пять тысяч золота. Пять. Пять? Я представляю, что в таверне они примерно вот столько стоят. Ребята, вас не смущает то, что вниз это мой, моя территория начинается? Прямо не смущает сильно. Прямо вообще не смущает. Ну, не смущает, конечно. Но ты пойдешь. Ну, смотря, мне надо подумать. Я не пойду, наверное, но мне надо подумать. У меня голова слишком забита. Я не знаю, что в такой ситуации делать. Я никогда не любил катки, где остаются три человека. Больше всего на свете. Там это Винни-Пух пел в голове моей пеньки. Ну да, так смотри. Я не знаю, что мне делать. Тут я сольняк не выиграю сто процентов. Если бы я мог, допустим, кого-то из вас сломать потенциально, я бы пошел и поломал. Но я моюсь. Потому что будет просто идиотизм. Я на кого-то выкатился, слил всю игру, слил игру другому человеку, и чувак, который не воевал, просто выиграл. Это фейл. В любом случае, мне надо подумать. Ну, в идеале я бы, например, выкатился на Муртаз, скупил артефакт и ушел бы. И навсегда бы заключил вечный мир с Аксандроном. Но мне этого не позволят. В Муртазе, во-первых, не построено нужное сооружение, оно дорого. Это два. И в-третьих, я тебе этого не позволю. Это три. Это три. Хасадная машина выкупим по дороге, где получится. Хасадон, а что бы ты на моём месте делал? Стравливал нас с Немо. Ну так я уже ухитался, ни хрена не получилось. Я переоценил своё красноречие. Потому что всё твоё красноречие заключается в том, что голову до этих каких-то тысячелёвших убитых. Ну так сработало же уже три раза. С кем? Да, очень хороший вопрос. Ну так с каждым из вас по отдельности. Разве? Да. И когда это было, чё-то я не помню. С Андронов это было на другой карте. С Никитой это было с Дисайфлз. А с Немо это было... Ё-моё. Забыл. Ну в общем тоже было. Ну разве не негодно получилось, ребята? Нет. Я вот пытаюсь вспомнить такой эпизод и не могу. В конечном счёте, если сегодня последняя сессия, то должна быть движуха. А если не последняя? Доброй движухи не должно быть. Ну, мы и так уже аутируем чёрт знает сколько. Надо, как говорится, размяться. Вон мы с Никитой размялись и это было офигенно. И офигенный этот сохранённый повтор. Я думаю только Никита не совсем тебя поддерживает. Хотя он в данном случае сам тебя напал. И там тоже было среднее. Если с Андроном или Немом будет среднее, я выкачусь. Но только если будет среднее. Я сейчас уберу пару отрядов. У меня будет среднее. Что ты говоришь? Ну если я сейчас уберу пару отрядов со своей армией, то будет среднее. Ну а сейчас какая низкая? Пока да. Убери пару отрядов. Зачем? Ребят, не надо никаких поддавков и вынужденных нападений. Играйте дальше. Ладно, Саня. Давай, короче, я не буду веселиться в твою сторону. Вот. А ты не веселись в мою. Я, короче, пойду покачаюсь. Ребята, играйте так, как вам кажется правильным для того, чтобы победить. Сидеть. Смысл такой. Сиди и не забудь писать что-то убитых героев. А с чего ты взял, что я их тебе отдал? Так же, как честный варвар, ты должен вернуть то, что ты взял незаконным путем. Варвар берет все, что плохо лежит. Твои ребята плохо стояли на пути. Еще. Да, особенно тот, который был около мельницы. Он так тебе стоял на пути, если скажете. Прям вот вообще. Так плохо, что он аж зашел для того, чтобы его убить. Вот, вот, вот. Иль Лебешал, да, Сиди? Ой, а вот Филсек. Прелестный отряд. Сиди, ты взял ангела, вернее, архангела даже, как и апреле. Ой. Да, вот это вот необычно. Ну, он считает, что у него очень большие потери виверных, видимо. Так усиляется. Ну да. Если честно того, что виверные все равно не усиливаются от крови, то, может быть, и правильно, кто знает. Блин, голова совсем пустая, не знаю, что делать. Я же тебе, я тебе уже дал намеку, то, что после того, как кто поменял виверных ангелов, опасность до средней. Ну так я не хочу, блин, сам лезть на разо. Он все время только... Давай. Мы идем на север. Мы уйдем на север. Смотрим таверны. Что нам покажут. Арбия по-прежнему моя величайшая, сильнейшее существо архиеличи внезапно. Несильнейший герой. Двадцать четыре. Десять тысяч. Против восьми надо, надо останавливать. Обоих. Пора действовать. Дичь вообще, ни хрена не понимаю, что делать. Ммм, четыре с половиной тысячи. На героя. И этим героем я... Могу вот этот фланг разведать. Создать напряженку и узнать, что тут происходит. Стоит ли за это платить? Что делать-то делать-то? Подожди мне. Все равно ни ты не ясный. Мы сейчас тут с него. Соответственно, поборемся хотя бы за второй-третий месяц. Ты тебе серьезно, что ли? Реально серьезно, а? Я редко, когда прикалываюсь. Побудет. Смотри. Мы с тобой вряд ли объединимся для того, чтобы уничтожить Ммм. А почему нет? Да потому что с твоей дипломатией это невозможно. Ну, на этот раз я буду серьезен и не буду тебя трогать. На прошлой сессии... Я уже видел. Как-то в этой сессии был серьезен и меня не трогал. Ну, я просто ради прикола захватил шахту. Ты выдвинул двух героев. На мои земли. Я пришел их и постукал. Ну, да. Они там много чего успели сделать. Особенно второй герой, который вообще не был на твоей земле. Или что так? По-английски это называется collateral damage. Побочный ущерб. По-английски это называется иди нафиг. Не, я говорю, давай реально объединимся вот сейчас, после всей этой фигни. И выкатимся с двух сторон. Как я могу после всего того, что ты делал, доверять тебе? Ответ. Никак. Потому что я мог на словах твердить все что угодно, а на деле я к тебе ни разу не пришел. Конечно. Ни разу не приходил и шахту не захватывал. И героев не убивал. Вообще. Ну, извини меня, я мог выкатиться, когда у меня была армия намного сильнее, чем твоя, но я этого не делал. Ну, извини меня, когда у меня была армия гораздо сильнее. Я тоже мог тебе выкатиться, но почему ты тоже... Служит. Квитов. Сильнее она у тебя была лишь только потому, что у меня герой не успел дойти до замка, не успел взять все войска. Вот и все. Ну, смотри, Саня, давай вот без херни. Я обязуюсь, что я не буду больше тебя трогать и на тебя лезть. Глупо. Вообще. Потому что даже мы укокошим, да, мы предположим чисто гипотетически, то тогда мы останемся вдвоем. И как ты мне здесь можешь трогать? Ну, так когда останемся вдвоем, тогда мы выйдем в чистом поле. Здравствуйте, вспоминается руссконародное. Выйду в поле... Выйду ночью в поле с конем, да? В общем, Синди, у тебя... В случае варвара с кентавром. Ну да. У меня предложение. Ну, я готов выслушать встречное, если оно... если таковое имеется. Если его не имеется, то я займу позицию Троцкого, а не мира, не войны. Стойте, какой хороший у нас. Будент всегда нравится. Будент. 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 Без zenопад Выслушать. аши. Будент. на леса пилочка и наверх как всегда как обычно глянем таверны так что саня что мы с тобой в итоге решим будем сегодня бить друг друг морды или нет 873 уже друг друга поверьте либо будем ли выдувы сегодня пить на мои волки 8 311 16 и удачка вот серьезно и мне сегодня защита маловато но это артефакта выкуплены скорее всего но сегодня я послушал прямо сейчас даю слово видит у тебя проблема есть но она весьма просто элегантно решает твоя проблема заключается в том что в каждой неделе ты немного теряешь позициях в том плане что да у тебя на данный момент самая мощная армия все-таки но прямо пусть даже с его двумя замками он может обогнать себя по приросту утрой и тяжело исполнено это возможно к тому же чернаги нижнего вас получают каждую неделю как немного каких-то войск проблема у нас у нас заключается том что наверняка он не до конца купил все что мог и не до конца преобразовавших существ которых он может преобразовать поэтому он видит потенциал для дальнейшей игры к тому же чем больше будет армии героя тем больше будет влияние его магии призывы и магии тиму скорее всего него есть еще магии тиму по всем прочим моя проблема в том что я показал но при этом есть потенциал для роста то бишь я не успеваю до конца скупать когда это произойдет мне уже будет проще одолеть тебя но на данный момент я сам слабый 2 поэтому по логике вещей тебе бы пойти вы покошите меня с другой стороны если ты хочешь победить то тебе надо объединиться со мной опять-таки объединившись со мной неизвестно кто именно из сразиться с нами потому что кто первый с ним сразится он потерпит поражение и лишь второй игрок может быть одолеет вот и все но тогда это чисто патовая ситуация так можно сыграть если тут дурачки какие-то играли там кому по 16 по 18 не дурачки по 16 18 давно бы уже передрались но именно дурачки про возраст я не говорю по факту я тоже так думаю тут абсолютно патовая ситуация тут должен решить сам нема на кого он пойдет и как он пойдет так ребят я согласен с тобой потому что в такой ситуации до слова за лидером для того что сделать игру по-настоящему крутой нужно сделать самому я вот сколько я обострял но дело из мертвой точки не сдвинулась если в начале этой сессии вы ударили с него там по факту я бы попробовал затащить сейчас я уже не знаю